Это прежде всего эмоция. И это путь. По цифрам, 340 километров там уже построили. А еще за 10 лет планируют построить тысячу километров. Дороги будут строить. Москва же не резиновая. Всем привет! Это видеоблог «Хочу квартиру». И меня по-прежнему зовут Никита Журавлев. Сегодня будем петь оду дорогам. Да-да, именно дорогам в Москве. Ну а о чем еще? Об инвестициях, ипотеке, в эмоциональной пене давать рекомендации невозможно. Квадратный метр в полете неизвестность. И кофейная гуща закончилась. Да и цифры уже особо ни о чем не говорят. Я рассуждаю так. Дорога – это прежде всего эмоция. И это путь. Вот простой пример. Сколько песен написано про дороги? Я думаю, столько же, сколько про цветы, любовь, девушки. И нет. Скорость и шум мотора По дороге разочарований Снова очарованной пойду Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой дороге без пробок ехать приятно и спокойно ехать в гости к друзьям весело и радостно ну а вести грузы и не опаздывать в точку назначения экономически целесообразно и полезно для развития бизнеса да и с точки зрения уважения и педантичности сегодня когда горизонт планирования можно видеть в пределах 10 минут ну или 100 метров давайте поговорим о стабильном внимание дороги будут строить москва строит дороги в силу необходимости развития в среднем по 100 километров в год за последние 11 лет построили более тысячи километров дорог во всем городе с одной стороны это необходимость с другой это системный фактор стимулирующий развитие чем больше строят умных коммуникаций тем эффективнее развивается мегаполис что будет дальше москва же не резиновая да вопрос насыщения уже стоит давно вопрос плотности потоков тоже но надо также и понимать как только ключевые параметры развития столицы на ближайшие 10-15 лет будут заложены концепция развития логистических узлов и ветвей будет направлены дальше на другие города и регионы в целом это сейчас уже мы и наблюдаем пример тому скат м2 м12 такие трассы и нитка тянется в азию ну а теперь давайте обсудим какие ключевые артерии заложены и как они будут строиться если вы готовы в дорогу в путь главный дорожный проект сейчас это мсд московский скоростной диаметр город намеренно строит дорогу сквозь город чтобы разгрузить кольца связать все федеральные трассы м11 москва санкт-петербург и м12 москва нижний новгород казань огромный просто мега проект колоссальный мы достаточно короткий срок его реализовали на следующий год планируем южную секцию московского скоростного диаметра также достроить и подготовить пуску к концу двадцать третьего года южная южную часть его вот ну что это один из таких краеугольных проектов нашей программы развития уличной дорожной сети на ближайшие два-три года в планах также продолжение работ необходимо направленных на увеличение связанности между районами на решение вопросов повышения эффективности пассажирского городского транспорта но в целом в целом за прошедшие вот период с одиннадцатого года мы фактически увеличили примерно на 20 процентов уличную дорожную сеть в городе москве причем увеличили ее объектами которые кардинально повлияли на уменьшение уменьшение и скажем так успокоение чрезмерно насыщенного трафика в москве с тем что все равно у нас увеличился автопарк и коммерческий и личный и так далее но мы общей общей ситуации в городе удержали и нагнали то отставание которое скопило за последние там может быть 40 лет это магистраль свяжет 40 районов города большая часть скоростного диаметра проходит в основном по промзонам вдоль железных дорог и по участкам скрытым от жителей это важно очень а там где трассы проходят близко к домам установят шумозащитный экран зависимости от расстояния и времени суток времени в пути сократится от 10 до 50 минут дорога в аэропорту шереметьево-домодедово сократится на 20-25 минут при этом на диаметр не будет транзита грузового транспорта уже сейчас водителя могут проехать по открытому участку от бусиновской развязки на севере мкаде до косинской эстакады на юго-востоке это примерно 35 километров по прямой эксперты уже посчитали этот участок разгрузил мкад и ттк на 20 процентов весомые показатели правда южная часть диаметра бывшая юго-восточная хорда сейчас строительство что еще важно и о чем надо упомянуть мсд как утверждают городские власти станет платным с января 23 года для всех кто не москвич и не подмосквич то есть жители нашего столичного региона москвы и области будут бесплатно пользоваться дорогой почему вводят цены не потому что жалко для того чтобы защищать трассу от дополнительного трафика и дать жителям региона возможность сокращать время в дороге это нормальная международная практика был тут в китае в далеком 2006 году и меня поразила транспортная система пекина и шанхая уже тогда и количество платных дорог конечно потрясло что еще интересного строит по дорогам 3 развязки нам кат обновляют о развязках мы кстати недавно говорили сынка вот тут много новых дорог в прямом смысле с нуля строят в новой москве по цифрам 340 километров там уже построили а еще за 10 лет планируют построить тысячи километров в итоге жители двух новых округов москвы ну или уже не новых получили уже несколько так называемых поперечных магистралей которые позволяют не использовать существующие типы калужского шоссе и киевского шоссе почему строят дороги в новой москве потому что дорожный каркас это как скелет человека твердая опора для развития территории от района до региона кстати и про новую москву в честь десятилетия этого проекта мы делали большое интервью с ее руководителем его также можно посмотреть вот здесь вот по подсказке но если вам интересно наш город молодец потому что без новых дорог москва встает в одну большую пробку как мы это наблюдали недалекие нулевые теперь поговорим о комфорте обычным бытовом комфорте мы решили посмотреть как изменилось за последние десять лет сервис на основных магистралях города и кто сегодня доминирует в государственно-частном партнерстве взять к примеру такие базовые параметры заправка еда вдоль дороги минимальные условия комфорта санузлы покупка необходимости в дорогу есть конечно вопросы к магистрали москва петербург который я лично пользуюсь несколько раз в год если не дозаправишься по дороге в питер то тебя ждет маленький сюрприз при подъезде к северной столице в виде пустого бака и отсутствия заправочных станций перед санкт-петербургом ну москва не сразу строилась понятно их когда нибудь построят также многие из вас подстраивали свои маршруты в движение под такие факторы как закупка продуктов мойка автомобиля минимальный сервис автомобиля шопинг в конце концов игровые комнаты для детей ну и другие досуговые центры мероприятия вот вы сравнивали современную москву с той которая была 10 лет назад или может быть с другими городами нашей необъятной родины понятно что такие монстры международного масштаба которые раньше возводили глобальные торговые центры сегодня сложно понять будут ли они вектором развития дальше но возможно если не сегодня и не сейчас то город сам поймет как выстраивать систему планирования удовлетворения потребностей второго и третьего уровня необходимости на наших артериях жизни и тут в последнее время многие пользовались дальними магистралями я уверен что смогли оценить значимость и необходимость качественных и комфортных дорог насколько это важно и удобно на этом все берегите себя и не гвоздя вам не жезла в пути до цели пока